добрый день мои дорогие добро пожаловать ко мне на кухне сегодня я хочу сделать медовый торт мы в батуми называем его медок я делала уже этим тестом торт цифру а сегодня хочу сам именно торт приготовить для торта медок медовый мне нужно 3 яйца целых 200 грамм сахара 100 грамм масла меда мне нужно две столовые ложки орешки я приготовила арахис буду посыпать их между слоями крем буду делать из сгущенного молока и мягкого масла сливочного я буду взвивать пока масло а потом добавлю постепенно сгущенное молоко для оформления я уже сделала заготовки они еще не закончены буду делать пчел вот эти цветочки мне вот эти белые мне нужны чтобы им сделать крылья а эти цветочки и листья я буду откладывать как будто они где-то в поляне ванилин для крема и мука 500 600 грамм ну посмотрим сколько будет это потому что каждый раз по-разному я уже воду поставила мы будем делать на водяной баню вода не должна доходить до дна моей пособий ну начнем 3 яйца немножко сильно не надо вот так вот забьем добавим сахар тесто я добавляю разрыхлитель можно еще соду 2 чайной ложки соды использовать но я делаю разрыхлитель она без запаха и хорошая тесто поднимается вот так немножко смешаю и сейчас поставлю его на водяную баню чтобы сахар растаял все вот уже почти растаял сахар уже вода там видите кипит я буду добавлять масло масло 125 грамм в этом пакете и вот я 25 грамм вот эту часть оставлю остальное туда пока вот это все не превратится в однородную массу мед не буду добавлять уже соединяется масло уже растаяло сейчас буду добавлять две столовые ложки меда еще полную сейчас соединю мед и добавлю разрыхлитель я очень люблю работать с разрыхлителем уже знаю что тесто обязательно получится сейчас это все будет пениться из-за того что реакция пойдет с медом мед и разрыхлитель даст вот такую вот реакцию пена будет ничего потом она сядет и цвет немножко поменяет помутнеет но это из-за меда и это нормально вот такая паста получается вкусный запах все выключаю воду этого достаточно сейчас я буду переносить это на стол и постепенно буду добавлять муку видите какая хорошая масса получилась ни одного ни одной крупинки важно то чтобы яйцо не сварилась поэтому надо все делать аккуратно миску я сейчас переставлю на стол и буду добавлять муку пока буду в миске потому что очень горячая тут невозможно его трогать когда уже будет однородная немножко остынет я переложу на стол сейчас я попыли у стол тесто у меня уже собралась и я начинаю вымешивать руками пока соберу потом отложу немножко чтобы отстоялось тесто замесила совсем не прилипает ни к столу ни к рукам сейчас я его оставлю на 5 минут чтобы немножко отдохнула и буду разделывать на маленькие шарики пока пополам порежу 3 отсюда значит 6 6 слоев у меня получится это готовое тесто я накрою чтобы не обветрились за это время я буду взбивать крем хочу взбить крем на масле и сгущенки пока надо взбить масло ведь какой она хорошая комнатной температуры здесь у меня 350 грамм масла масло будем взбивать до бела этого достаточно сейчас буду заливать постепенно сгущенное молоко молоко тут тоже 370 грамм буду добавлять по мере потребности масло впитала видите почти все я добавлю все всю банку вылью очень качественно это масло я всегда крема делаю на нем добавлю ванильный сахар и хочу делать крем коричневый добавлю туда какао-порошок я это пока так смешаю а то все запылится все достаточно крем получается очень вкусный эти цвет придала не очень такого темного цвета и как раз будет под цвет коржей все ванилин все как надо сейчас я включу духовку на 200 градусов пусть разогревается и начну раскатывать тесто буду выпекать вот в этом противне тесто отстоялось видите какое мягкое попылю немножко много не надо они должны быть тоненькие чем тоньше тем лучше выпекается очень быстро так что как только один корж положите второй надо сразу раскатывать совсем немножко вот так подпылилась щепотку как говорится тесто хорошо разошлось потом будем одинаково обрезать края все можно уже в духовку класть почти на самый нижний и так следующий три коржа я уже испекла пока пекутся коржи я вот оставила воду и буду растапливать белый шоколад вот этот шоколад специально для кондитерских изделий и я его буду сейчас растапливать на водяной бане пока положу вот эти два две плитки они по 180 грамм и посмотрим сколько понадобится пусть они растапливаются сейчас шоколад буду выливать немножко пусть остынет может свернуться пакет у него одна сторона плоская а вторая вот так вот с этими шариками я отложу в холодильник все коржи я использую пекла пусть они остывают за это время я хочу все вот эти вот обрезки пудру превратить и вот так вот очень легко делать арахис крупный я его хочу немножко потолочь и измельчить все у меня готово начну собирать свой тортик начну с кремом и я вот так вот буду обмазывать посыпаю орешки арахис и следующий слой немножко надавливать будем и так дальше все коржи обмажем кремом посыпем арахисом посыпаю последним слоем арахиса и вот у меня последний лист коржик доложу самый конец немножко придавлю и вот у меня и крем остался это и тонким слоем хочу помазать потому что мне нужно шоколадной сотой сверху налетить который у меня в холодильнике чтобы хорошо она держалась совсем тонким слоем я помажу сейчас мне нужно обмазать бока чтобы присыпку насыпать вот так вот тоже тонким слоем прикрыть все неровности все бока я уже обмазала кремом сейчас буду посыпать вот этой крошкой пока я обсыпала сейчас достану из холодильника остывший шоколад вот этот шоколад который я положила в холодильник я его накрою сейчас по всему моему тортику вот так вот нажму немножко чтоб кремом прилип и буду осторожно снимать чтобы не повредить сотый вот этой оставшейся пудрой я бока вот так вот сделаю чтобы было красиво закрою все эти изъяны тортик хочу перенести вот в этот поднос сейчас уберу со стола вот этот белый растопленный шоколад который я растопила еще вдобавок я его подкрашу немножко там такой желтый цвет чтобы вот эти соты на закрыть как бы медом это гелевый краситель положу в кондитерский вот этот мешочек сделаю очень маленькую дырочку здесь очень очень маленькую начну заполнять вот эти мои соты можете медом но мед я не сделала потому что будет слишком притом я решила опять таки таким же шоколадом просто подкрасить пчелы много работает для нас и нам тоже приходится много работать все соты я уже заполнила желтым шоколадом черный опять поставлю в эту же миску положу чтобы растопить немного не надо мне нужно украсить пчел вот эти вот полоски сделать так что совсем мало мне нужно я заранее сделала вот такие вот фигурчики будут пчелы а вот из этих цветочков я потом эти порежу вот так вот поломаю пополам и сделаю им крылья шоколад растопился я его вот в новый мешочек кондитерский положу беру вот эту заготовку и делаю полоски пчелам и глазки сделаю буду класть сюда пусть остывает и так дальше вот такие вот цветочки я вырезала вот этой формы и разделила на 4 ножиком и сделай этими буду делать им крылья пчелам делаю вот такие вот по одной полоски шоколадный пока будут остывать пчелы я разложу цветочки заготовленные мною и по кругу я буду обсаживать пчелок у меня тут цветочки листья шоколад очень долго сохнет я его быстро отложу в холодильник 5-10 минут в морозилку положу они застынут сразу и потом я буду уже прикреплять к ним эти крылышки мое видео закончилось вот мой тортик медовик медовый торт украсила с пчелками сотами цветочками получилось у меня 6 коржей крем у меня масляно сгущенный вкусный немножко кропотливая работа но красиво получилось готовьте как я подписывайтесь на мой канал ставьте лайки заходите в гости пишите комментарии я обязательно отвечу до новых встреч мои друзья до новых встреч Продолжение следует...